Субтитры создавал DimaTorzok Привет Привет, привет, привет Доброго всем времени субтитры, друзья Всем привет Сегодня у нас будет ASMR для начинающих Людей, кто только недавно начал слушать ASMR Возможно, те, кто впервые это делает Или второй, третий, четвёртый, пятый раз Я вас поздравляю, вы нашли для себя некий оазис Возможно, вы это уже понимаете Возможно, ещё не до конца И вам просто интересно посмотреть Что же такое ASMR вообще Что из себя представляет этот жанр Зачем он нужен Кто смотрит эти ролики Для чего он это смотрит За все эти вопросы я постараюсь ответить в этом видео Ну а также мы будем делать какие-то триггеры Например, звуки рук И шепотушка на ушко Шепотушка на ушко Конечно, если ты уже давно смотришь ASMR Ты можешь продолжать смотреть этот ролик Этот ролик не только для тех, кто только-только начинает смотреть Да Но для всех остальных, конечно же Но в первую очередь я хотел бы Немножко рассказать мою историю Потому что, как оказалось, ещё не все её знают То есть почему я начал смотреть в своё время ASMR Именно я Почему вообще начал записывать ASMR Почему сделал свой канал И так далее Так Всё очень просто Начал смотреть ASMR по чистой случайности На самом деле это было где-то около трёх лет назад И тогда ещё Это не было так популярно, как на сегодняшний день Да И я не знал, конечно, что такое вообще ASMR И для меня было тоже немного странно Обнаружить этот жанр Всё было очень просто Я имел тогда проблемы с шеей С позвоноками И банальный остеохондроз заставил меня искать способы Способы Борьбы с головной болью Потому что у меня жутко болела голова Из-за того, что Работая фотографом Я вообще никак не занимался Ну, как сказать Не занимался профилактикой Да Каких-то рабочих моментов То есть Когда ты носишь на шее Таскаешь Тяжёлые фотоаппараты Целый день Да Плюс К тому, что Ты ходишь Всё время С тяжёлым рюкзаком На спине И Мышцы шеи Со временем Они Немножко атрофируются И приходят В негодность Да И получается, что основную нагрузку Основную нагрузку берёт на себя твой позвоночник Но это не важно На самом деле Важно то, что Я искал какое-то средство от головной боли Потому что у меня иногда болела голова И я начал искать какие-то народные методы Борьбы с головной болью Кстати, перед методом ASMR Я нашёл метод Как быстро избавиться от головной боли Который действительно сработал Если у вас нет по-другой таблеток Но есть лавровые листья То есть лавровые листья Берёте несколько штучек 5-6 Бросаете в кипяток Немножко варите эту всю консистенцию И дышите минут 5-10 Пока у вас не пройдёт головная боль Это действительно помогает Потому что в лавровых листьях есть дубины Какие-то вещества Которые, естественно, вам на головной боли Будут боль притупят Но Именно ASMR помогло мне справиться С моими какими-то головными болями На психологическом уровне Потому что Я не мог заснуть Мне было тяжело как-то завладать с этим всем И именно ASMR мне в этом жанре Ну как этот жанр мне помог Поэтому я для себя как раз тогда открыл Этот большой, огромный жанр Огромный мир И это было здорово и прекрасно Потому что Это действительно что-то с чем-то И это действительно помогает И тогда я решил Ну, после того как я несколько месяцев слушал это всё дело Я решил попробовать самостоятельно всё это дело Ну, ASMR, да Позаписывать И я начал этим заниматься и сам Ну, я со своей стороны понимаю, что ASMR это не какое-то извращение Это не какое-то, я не знаю, не какая-то хайповая тема Хотя безусловно, это тема, которая Как бы набирает много просмотров Потому что достаточно много людей Отслеживает её И я для себя понял, что ASMR Это, конечно же, в первую очередь Какая-то некая терапия Какая-то некая Такая, знаете ли Палочка-выручалочка в ситуациях Когда тебе нужно расслабиться Когда тебе нужно Какая-то психологическая стабильность Учитывая уверенность Что всё будет хорошо И ты слушаешь ASMR И понимаешь Что действительно Всё Как бы окей Что Какие-то проблемы У тебя есть Но Ничего страшного Там Всё это дело Исправим Поправим И всё будет хорошо И ты успокаиваешься И самое главное То, что я Пропагандирую Да То, что я считаю Это То, что Ну Я думаю, что Около 50% Точнее Проблем Которые мы Ощущаем Да Вот эти проблемы Все вокруг нас Которые крутятся Эти все проблемы Они у нас в голове Просто и всё На всё На всё Иногда мы сами Себя просто накручиваем Иногда Мы какие-то Такие поступки совершаем Да Которые Приводят к каким-то Нервным срывам И так далее И тому подобное Вот я СМРом Этот жанр призван Всё это дело Немножечко Ну, как это сказать Немножко Успокоить Да Вашу нервную систему Благодаря СМР Вы Действительно Можете почувствовать себя Лучше То есть Это не какой-то Трюк Это действительно Работает Я узнал это По себе И вы знаете Ну, возможно Именно поэтому У меня получается Этим заниматься Потому что я всё Сам прочувствовал На себе Сам прочувствовал Сам понял Что СМР действительно Намного Легче По жизни И это здорово С чего же начать Просмотры СМР Посмотрите Есть такая Тема Как мурашки Да Мурашки 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 У каждого Свои какие-то критерии Вот этих самых Мурашек То есть Мурашки Такое состояние Как покалывание В спине Где-то В затылке Такое состояние Какое-то Приятное Оцепенение Происходит Возможно Вы Этого состояния Ещё не ощущали Возможно Вы это чувствовали Вне АСМР Жанны У меня такое Например Было Когда-то Мне делали массаж Да Массаж Делали массаж Головы И это прекрасное ощущение То есть Где-то оно схоже С тем Когда ты слушаешь АСМР Именно Который тебе Подходит АСМР Или не Подходит Например Некоторые люди Чувствуют Мурашки Некоторые люди Не чувствуют Мурашки Но Я так скажу Что я сам не чувствовал Мурашки Абсолютно долгое время И сейчас Не всегда И это нормально Абсолютно Потому что АСМР меня просто Расслабляет И вырубает И это прекрасно Потому что я Чувствую себя уютным При этом При просмотре этого Вот Так вот Почему это я веду Я веду к тому Что у каждого человека Очень всё индивидуально И Для того Чтобы ощутить мурашки Нужно просто Искать Какой-то свой жанр Искать Какого-то своего СМ-Атиста Искать Какие-то свои триггеры Потому что Кого-то мурашит Звуки рук Звуки рук Звуки Рук Кого-то мурашит Я не знаю Какой-то таппинг Например Вот такой Телефон Или Каким-то другим предметом По дереву По стеклу Кого-то мурашют звуки воды А кому-то наоборот Они неприятны У каждого Свои какие-то звуки Которые Приносят ему удовольствие Либо же наоборот Либо же наоборот Как-то его раздражают Да потому что Конечно Не бывает так Чтобы нам всё Нравилось Вот Вот И вот Меня, например Раздражали в школе звуки Да Мело По доске Ну или там Пенопласт Например Но в то же время Мне всегда нравились звуки Например Звуки Когда Мама накрывала меня Каким-то одеяльцем Да Тёплым, уютным, нежным Движением Вот И вот этот вот Звук Вот этого покрывала Да Звук простыни Мне очень нравится Ну вот Мне очень нравится звук роб Потому что Он ассоциируется у меня С массажем Массаж Это всегда приятно Ну По большей части Да Вот Мне нравится Тихий спокойный шёпот Потому что он ассоциируется у меня С уютом Это уютно Всегда Когда Тебе что-то шепчут на ухо Это немножко щекотно Но это приятно И Не нужно это ассоциировать С каким-то извращением Не нужно это Переводить в контекст Какой-то Я не знаю Тематики Какой-то Сексуализации Да Потому что ассмр В чистом виде Вот В том виде, в котором Я по крайней мере Этим занимаюсь В том виде, в котором Я его продвигаю Этот жанр Он Этот жанр Действительно есть Очень полезным Лечебным Можно сказать Да Успокаивающим Жанром Вот А некоторые Конечно Не будем касаться сегодня Этим Некоторые Самартистки Как бы Немножко Чуть-чуть Не в ту степь Не в ту степь Погнали Там Немножко Другие цели Бывает Когда Асмр Люди Смотрят И говорят Что за извращение Например Когда Девушки Облизывают уши Когда Что-то такое происходит Когда Полуобнажённые Какие-то видео И так далее Это делается Конечно С целью раскрутки С целью Срубить побольше Хайпа Срубить побольше денег На рекламе Естественно На донатах Конечно Я не могу это осуждать Но давайте это просто Выделим в какой-то отдельный Отдельный жанр Пусть это будет Я не знаю Какой-нибудь АСМ Не АСМР Там АСМП Какой-нибудь Ну вот А потому что Всё же АСМР Он призвал Расслабить 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 В первую очередь А не напрячься Не возбудить И так далее Поэтому я очень надеюсь Что на моих видео Вы будете только расслабляться Вот Хотя Безусловно Есть Такой жанр Как быстро АСМР И он тоже очень приятен Здесь Присутствует Некий Такой Эффект Я его называю Ганнским Эффектом Потому что Человек Особенности Какие-то Визуальные триггеры Видео Да Он Начинает Как-то Гипнотизироваться Немножко То есть Немножко Он в такое состояние Транс Впадает Особенно Когда присутствует Какой-то быстрый И не очень понятный Речитатив Знакомая ситуация Да Знакомая Ситуация Вам знакомая Может быть Знакома Да Например Службам в храмах И вот В храмах Вы часто Возможно Сталкивались Как раз С таким речитативом Когда батюшка Читает Какие-то Псалмы И Это всё Монотонный голос Он мощный Плюс Ещё Какая-то Атмосфера Да Плюс Благовоние Это всё Предрасполагает К тому Чтобы человек Расслабился И почувствовал себя Более уверенным То есть Такое Конечно Используют Некоторые Не очень Хорошие личности Как цыгане Например Когда Они начинают Что-то резко Тебе Рассказывать Что-то Руками Махать Тебе Объяснять Человек Впадает В некий Транс И отдаёт Последние деньги Фактически Это некое состояние Гипноза Но АСМР Это нечто Что-то среднее Между этими всеми вещами Это Когда Человек сам Контролирует Состояние Расслабленность И Это очень прекрасно На самом деле Ты захотел Расслабиться Ты захотел Уйти немножко От своих проблем Каких-то Ушёл В Ютуб Да Открыл Смр-видео Запустил Это всё Бесплатно Это всё Распространено То есть Ты можешь Смотреть Видео На разные Темы На те Темы Которые Тебе 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 Нравится Темы Которые Тебя Интересуют И так далее Расслабиться Выключишь Видео Когда тебе Доест Когда ты Почувствуешь Что Готов Отойти Ко сну И это Прекрасно Потому что Это бесплатно Потому что Это доступно При наличии любого смартфона Очень редко Сейчас встретишь людей У которых нет Смартфона Интернета Да При наличии Смартфона Интернета И наушников Ты просто получаешь Ворох эмоций И Это волшебная тема На самом деле Которая Действительно Очень здорово Помогает Жизнь людям Поэтому Я этим и занимаюсь Я хочу Быть полезным Я хочу Помогать Я хочу Я не знаю Прожить жизнь Не зря И Кто-то скажет Что Что ты У тебя столько подписчиков Уже Немало Деньги зарабатываешь Это бизнес И так далее Я скажу Что Бизнес Это у тех Кто Стремится На этом Заработать То есть Бизнес Это у людей Например Бизнес Это у девчонок Которые С первых же Видео Начинают Я не говорю Что у всех Все девочки Как-то Слишком сексуально Снимают Смр Но Есть отдельные личности Которые Действительно Этим занимаются И Это не Смр Это скорее Заработок Денег Потому что Они Как раз Создают образ Такой Что Секси И Хочешь увидеть больше Платить деньги На Патреоне И так далее Это как раз Средство Заработать денег Но В моём случае Это скорее Чисто Как Такое Хобби Потому что У меня есть работа Кто-то не знал Я фотограф Я фотографирую людей Мне это тоже нравится Вообще Я обожаю Работать с людьми Я люблю общаться с людьми Я очень на самом деле Позитивный человек И я очень тоскую Когда Когда Долгое время не общаюсь С кем-то Ну как бы Когда, например, заболел Сидишь неделю дома И как-то грустно становится И потом радуешься Когда Начинаешь Не знаю Я вышел в мир И Огняешься Там Тусруешься Рассказываешь Шутки Это здорово На самом деле Это прекрасно Я не вижу себя Без этого И вот здесь В СМР оплатились Мои черты Это Скорее Открытость Добра должности И Почему бы и нет Я считаю, что это здорово Ну вот Поэтому Вопрос Что я там Как-то Пытаюсь на этом заработать денег Он очень некорректен Поверьте мне То есть Если бы я Хотел на этом денег заработать Я бы этим, наверное, не занимался Ну как бы то ни звучало странно Потому что это не приносит больших денег Абсолютно Давайте продолжать будем Если вы новичок в СМР Если вы новичок в СМР Я вам рекомендую Смотреть разные видео Смотрите разные видео Так Вы быстро поймёте Что вам нравится Что нет Вот и всё И По себе скажу Что все люди разные И кому-то нравится Опять же Таппинг Кому-то нравится Шёпот Кому-то нравится Когда что-то кушают Это нормально Абсолютно Не нужно считать себя Каким-то неправильным Если вы любите Смотреть Как люди едят Я просто не люблю На самом деле Но это я Чисто Опять же И вы поймёте Какой жанр Именно поджанр Под категорией СМР вам нравится И тогда сможете Максимально ослабиться Получить удовольствие И так далее Конечно Если Вы только-только Начали смотреть То Некоторые СМР-тисты Некоторые моменты Вас могут шокировать Шокировать Потому что Опять же Неразборчивый шёпот Мне было очень сложно Делать Какой-то близкий Неразборчивый шёпот Когда я только Начинал этим заниматься И я уверен Что человеку Непосвящённому В этот формат Будет очень сложно Воспринимать Какой-то Неразборчивый шёпот Но Это просто Всё приходит С опытом То есть В формате того Что Со временем Ты понимаешь Что это действительно Расслабляет И в этом ничего такого нет И всё И ты делаешь это И понимаешь Что Но это не извращение Нет Вот Хотя Когда я начинал этим заниматься Многие вещи И ASMR мне казались Достаточно Ну я не знаю Сложными Какими-то это было сложно сделать Конечно Когда я Ну это действительно сложно Психологически Иногда бывает Потому что Ты понимаешь Что это большая ответственность Когда на тебя смотрят люди Их достаточно много уже И ты понимаешь Что тебя смотрят Не только Какие-то взрослые люди Тебя смотрят И школьники И школьницы И как бы Смотрят люди Которые Ну как бы ещё дети Да по сути свои И Тут нужно как-то искать Да какую-то золотую середину Чтобы Не разочаровать Свою основную аудиторию В то же время Чтобы нравиться Максимальному количеству людей То есть И конечно же Нужно делать что-то такое Чтобы привлекать новых людей Ну потому что Конечно Я хотел бы Чтобы наше сообщество Вот это росло и развивалось Без новых подписчиков Будет очень сложно Потому что Ютуб Это такая штука Которая крутится Вердится И ты должен постоянно быть В тренде Должен постоянно быть В тонусе И если ты вдруг Где-то дал слабину Поставился на паузу Ушёл куда-то на месяц На два На три Можно сказать Что всё Пиши пропало И реально будет Потому что очень-очень сложно Вернуть какие-то Абвэп-расмотры Потому что Конечно Это как река Знаете Если ты плывёшь Быстро По течению Да Ты В тренде Ты Можешь первым приплыть И так далее Немножко раньше Других успел И всё И всё уже хорошо Если ты только Немножко где-то замешкался То Ты уже утонул Потому что сейчас очень много Контента Очень много разных СМ-артистов СМ-артисток И конечно Конечно Есть ещё Выбрать На самом деле Поэтому я и стараюсь Делать контент каждый день Делать контент разноплановый Чтобы те люди Которым нравился Неразборчивый шёпот Смотрели Неразборчивый шёпот Чтобы те люди Которым Нравился Таппинг Могу его и посмотреть Тоже хотя бы раз в два В месяц Например Вот И В принципе Вроде как У меня всё получается Судя по вашим реакциям А вот Ваши реакции Да Это отдельные разговоры Отдельная тема Потому что Это Мне приносит Просто нереальный фидбэк Да Вот эта вот Отдача Это очень здорово И очень прекрасно Ваши комментарии Ваши лайки Подписки Потому что Вы действительно Не остаётесь по стороне И Помогаете каналу Развиваться Вы очень большие молодцы На самом деле Когда я создавал канал Я даже не думал Что я обрету На самом деле По сути Целую семью Огромную Это действительно Большое количество людей 150 тысяч человек У нас уже на канале Даже больше И Это Просто огромное количество людей И Вы все Разные По возрасту Разные По национальности Разные По каким-то характерам Своим Да Но вы все очень классные Вы все очень крутые Мне просто безумно приятно Мне Просто безумно нравится Что Мы друг у друга есть Да Потому что конечно Если бы вы это не смотрели Я бы это не снимал Честно Вот И Это все конечно Очень круто Спасибо вам большое Огромное За вашу поддержку За ваше внимание Это меня очень-очень мотивирует Больше чем все на свете Просто вот Очень-очень Всегда Здорово идти На стримы Зная что Увижусь с вами там Пообщаюсь Очень здорово читать комментарии Хотя конечно Последнее время не всегда успеваю Все комменты Пролистать Быстро Под видео Иногда на это пару дней Уходит Но Всегда стараюсь это делать Спасибо вам большое, друзья За то, что вы есть Смотрите СМР Присоединяйтесь К нашей большой семье Уверен, что У нас вам понравится Будет тепло Уютно Конечно Впереди нас ждет Очень много классных Новых видео Новых разных микрофонов Новых разных локаций Вот И я надеюсь, что Мы с вами пройдем этот огромный путь И Принесем друг другу пользу Спасибо вам, друзья Всем Хорошего настроения Хороших снов До свидания Спасибо тебе За просмотр Надеюсь Видео тебе понравилось Если это так, то Ставь лайк И подписывайся на канал А также Бей в колокол Если у тебя есть вопросы Или предложения С удовольствием На них отвечу В комментариях Если хочешь поддержать канал То ссылочка На донат в описании Рад был помочь тебе Расслабиться До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok